За преданность профессии, благодарности, грамоты и почетные звания. Сегодня в Доме правительства участвовали самых успешных женщин. Многих из них государственным наградам представляли работодатели за особые трудовые заслуги. Оказаться в окружении такого количества прекрасных дам в Доме правительства возможно, пожалуй, только раз в году. Накануне 8 марта в списке награждаемых ни одной мужской фамилии. Среди героинь сегодняшней торжественной церемонии врачи, педагоги, работницы предприятий. Всего 39 человек. Михаил Игнатьев отметил, что прекрасная половина своими заслугами прославляет регион. Восхищение достойно каждая женщина. Женщины сегодня добиваются успеха в разных профессиональных областях. В образовании, медицине, культуре, спорте, экономике и торговле, на промышленных предприятиях и в сельском хозяйстве. Но всех вас объединяют общие качества. Высокий профессионализм и ответственность, терпение и аккуратность, умение создавать доброжелательную обстановку и творчески подходить к своему любимому делу. Сразу 20 дам сегодня были удостоены званий заслуженных работников республики. Среди награжденных немало медиков. Врач-невролог Инесса Орлова более 20 лет помогает людям победить болезни. Эта награда очень ценна для меня. Я сегодня получила звание заслуженного врача Чувашской республики. Мне нравится приносить пользу людям, возвращать здоровье. И вообще хочется, чтобы люди все жили счастливо, долго. Заслуженным деятелем искусств республики стала дирижер симфонической капеллы. Наталья Яклашкина говорит, что эта награда труд всего коллектива. Музыканты дарят эмоции людям. На их счету сотни концертов. Пройденный труд вместе, взявшись рука об руку, рука за руку, именно это приносит хороший результат. Мы работаем на результат. Елене Федоровой сегодня она также стала заслуженным работником. Привычнее не получать букеты, а самой выращивать цветы. 39 лет женщина готовит рассады для городских клумб. Выращиваю, как птичницы, короче. Как птичницы я. Выращиваю, потом девочки пикируют. Это у меня хобби. Это у меня и около дома цветов очень много. Я вообще обожаю цветы. В канун 8 марта в республике впервые вручают знаки материнской славы «Оне». Это еще одна мера поддержки многодетных семей. Количество многодетных семей в республике по сравнению с 2012 годом увеличилось на 52%. Это факт. Сегодня в республике их проживает более 12,5 тысяч. Это является еще одним свидетельством того, что в нашей республике женщины ощущают особое внимание и заботы. Первый знак «Оне» вручили Ирине Моисеевой, матери девятерых детей. Слава Богу, Бог дает детей. Без Бога семейного счастья нет. Высокой наградой «Оне» сегодня удостоены матери четырех семей. Супруги Павловы приехали в Чебоксары из Аликовского района. Говорят, что формула счастья проста. Главное – друг друга уважать. Любовь и Алексей воспитывают пятерых детей. Трое уже взрослые, а старшие в университете учатся, другое в строительном техникуме, второй сын в армии служит, а двое маленькие в школу ходят. Надо любить побольше и все. Героинь сегодняшнего торжества глава республики поздравил с наступающим праздником и пожелал благополучия в семьях. В их адрес прозвучит еще немало приятных слов от мужской половины. Большинство из награжденных – любящие жены, заботливые мамы, а некоторые еще и бабушки. Дмитрий Ковалев и Андрей Шоклев. Республика.